Кооператорство. Что такое кооператорство в разрезе суперфирмы? Это значит, ищите партнеров там, где вы их только можете найти. Простой пример. Вы заходите в гостиницу и видите, на тумбочке вас ждет такси, ресторан, пиццерия, что-нибудь еще. Вот, пожалуйста, этим и нужно пользоваться в качестве примера, кому ваша фирма может быть полезной. Вот эффективные партнерства. Те, кто что-то отливают из бронзы, шагаем в рекламное агентство и говорим, мы можем что-то отлить из бронзы с вашим логотипом. Вы клиентов к нам, мы клиентов к вам. Юридические компании сотрудничают с бюро переводов. Все переводы они направляют в одно бюро переводов. А бюро переводов переводит, соответственно, юридические контракты или какие-нибудь заверения делает у конкретного нотариуса или у юридической фирмы. Вот еще одно партнерство. Как его установить грамотнее всего? Ну, на первый взгляд приходит мысль типа за проценты. Вы нам прислали клиента, мы вам отгрузили 5%. Наоборот, соответственно, тоже мы вам 5%. Какие-нибудь взаимозачеты, какая-нибудь бухгалтерская книга, какая-нибудь хрень, недоверие, подозрение. В общем, лучше делать все на доверии. Вы знаете, что вот эта фирма надежная и всех туда отправляете. Знаете, что эта фирма надежная в чем-то другом, а у вас такой услуги нет. Отправляйте людей туда. Соответственно, они вам будут очень благодарны только за этот совет бескорыстный. И вы, соответственно, не потеряете хорошего партнера, потому что у вас с ним нет денежных отношений. А у вас с ним есть такие вот качественные отношения. Уверяю, взамен он вам тоже пришлет и не одного клиента, а массу. На эту тему есть очень хороший фильм. Называется он «Чудо на 34-й улице». Там, посмотрите, как поменялось отношение директора, который хотел сначала уволить и оштрафовать Санта-Клауса, который был настоящим Санта-Клаусом по фильму. И он отправлял людей, у которых была потребность купить определенную игрушку в их супермаркете, там, где Санта-Клаус работал, с Санта-Клаусом детей привечал, стихи призывал их рассказывать, подарки дарил. Так вот он их отправлял в другие супермаркеты. Говорил, у нас нету, там есть. Люди офигевали, но шли. Потом они возвращались в этот супермаркет. И делали там повторные продажи, повторные покупки только в знак благодарности. Одна сумасшедшая мама пришла к руководителю супермаркета и говорит, «Ваш Санта отправляет меня в другой магазин, разберитесь с ним». Директор супермаркета проследил действительно. И, конечно, первая мысль его была уволить. Нифига себе, он разбазаривает наших покупателей. Не заставляет их чего-то там купить, что-что есть. А он их отправляет в другой магазин, там, где реально есть то, что им нужно. Но, посмотрев на эффект, директор оставил Санта-Клауса, добавил ему премию. И в других супермаркетах специально изъяли из ассортимента товары, чтобы просто направлять людей из своего магазина в другие магазины, тем самым заслуживая доверия. Вот в чем смысл истинного кооператорства. Итак, посмотрите, кому вы можете быть полезны, кто может быть полезен вам, где можно совершить вот этот взаимный обмен. И посмотрите фильм «Чудо на 34-й улице». По совету Алексея Иванова. Я его посмотрел, автор книги «Бесплатная реклама». Вот, потом книгу почитайте. «Кооператорство. Наше все». «Бесплатная реклама»